Раз-два-три, раз-два-три, прием, прием у нашей хати. Добрый вечер, пан диспетчер в нашей избушке, что забыли? Восемнадцать, ого, восемнадцать, ого, выходит серия. А на сегодня она последняя, кстати. Не забывали? И давали педали, потому что без этого ничего бы этого не было. Давайте ваше спасибо, не забывайте, что вам жалко пальчика тыкнуть, чешо. Но на сегодня, действительно, ребята, уже серия последняя, серия шестая получается. Погнали, дали. Поехали. Ну, слово за слово, говорит, присуши ты ко мне Пашку Аголихиного. От него ведь понесла-то. Хочу, чтобы до вечности был моим. Без рабенок, он же рабенок-то его. И слезы меня, все, потекли ручеечки. А я говорю, не-не-не-не, голубушка. Тут мои уроки не возымеют силу. Потому как глаза у этого Пашки-кабеля черные. Ух, цыганские. Да и снадобья в еду или пить ее не подпустишь. Не вместе же ведь живешь. Ну, и раскинула карты и показывай ей. Смотри, бубновый-то король остается с блондинкой. А ты шатенка будешь. И сволин старательно потирал руки. Любопытство в нем брал верх. Вот тейна. А вроде чего в картях проку. Ну, карты картами, вяло сморщившись, завырковала Дарабидонтовна. Не знаешь, что ли, Пашку Агалихиного, кобеля-бродячего? Во всей округе девок поперепортил. И вот какое слово мое. Перебесится этот кобелина и женится на вдовой бабе, у которой хозяйство похрепче будет. А так и будет. Так и женится. Вспомнишь мои слова. На своих зазноб даже не посмотрит. Не. Хочу по три дитя они там приживут от него до замужества. Не. Все. Проехали. Да ну. Гну. К вашей же клашке, к примеру, сказать, а глобли завернет все, она не откаже. Божьей травкой растелится, как перед ним. Баба ведь мужиком красна. М? А ты и вот что, старая. И сволин враз посуровил. Чужой-то стог не пырай вылами. Плохо знаешь нашу клашку. У нее еще муж живой. Все у них может возвернуться. Все может наладиться. Живой, говоришь? Живой, да под серьезным вопросом ходит. И сволин слушал, слушал эту даромидонтовну, а мысленно поспешал приступить к основному разговору, так как подготовка к нему, по его убеждению, прошла вполне благополучно. Да и кто знает, куда может уйти разговор, в крикость-наковость. И он откашлялся. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Понаблюдал за ловкими движениями рук хозяйки и расщедрился на похвалу. А умная ты женщина, и проведящая, даря даромидонтовна. Может, раскинула бы карты? И на наше со Степкой счастье. А ну, посмотри. Аказия у нас куда больше, чем ты знаешь, да и догадываешься. Куда больше. Оба на краю могилы вовсе ведь стоим. А карты могут и соврать, убедительный просто признался даромидонтовна. Скажу тебе, как в руку положу. Найдут вас все непременно. И скоро найдут. А че искать-то? То вас у Потехина видят, то у Кустова. Ага. И усволенно засвербели руки. Найдут ли? Грозила синица море поджечь. Ежели народ не выдаст, милиция не найдет. Потом че это ты на чех нас берешь? Че это на чехаешь? Пужать легше. А ты жить нас научи. Ведь ты же знахарка. Все так же спокойно, попивая чайок, даромидонтовна убедительный ясно говорила. А ты не дуй на воду, Дементий Максимович, ежели молоком обжегся. Ко дну идешь, и пузыри над тобой уже всплывают. А все козыри, младишь, казаться, м? Как котеть же, прости бог. Ко дну, говоришь, иду. Ха-ха-ха-ха-ха. И сволин запрокинул голову и захохотал. В горле его аж клокотало, аж булькало. О, бульки пошли. Да? И успокоился он так же внезапно, как и захохотал. И стал утирать слезы, выжатые дурацким смехом. И, наконец, глубоко вздохнув, совсем серьезно заметил. А питаешься ты скверно, посмотрю я. Плохо несут прихожанки-то. Ну, однако, не побираюсь. Закон Божий не велит. Как нам прописывают отцы церкви, не живи жизнью нищенской. Лучше умереть, нежели просить милостяны. А кто эти дров добрых привез? А председатель Калистрат Шумков. Сын его излечил от смертного запоя. Самого его надо бы попотчевать теми же корешками. Человеком через сто питье мог бы стать. И сволин решил распростаться о своем. У нас дело приспичило такое. Кустов в кусты от нас удалился. Насытился рыжиками и отвалил. А рыжики у меня не перевелись, и шо? Так не смогла бы ли ты, Дарья Даромидонтовна, Через прихожанок своих дать оборот рыжикам? И продукты, и одежонку. Все надо. Все жизня наша требует. И от этого сказанного Дементием Максимовичем аж подбородок старухи, словно обтянутый пергаментом, заходил ходуном. Глаза заблестели фосфорическим светом. Все, запалился костер. Полусогнутым пальцем пошкребла, пошкребла она в голове и помедлила чуть с ответом. Дважды посмотрела на потолок и выдала туго идущие из глотки слова. — Ну, разве что попробовать. — Ну, пока то да сё, мы тебе солонинки тут подбросим. Вкусная и дюже пользительная еда. — Смеешься, Падди? Полный недоверия глаза Даромидонтовна поднял он нас вольно. — Голи меня в рот те. Два вверху, и всё тут. — Голи, бачишь, два вверху? — Чем же ватчу солонин-то? Чем? — Нема чем. И тут же махнул рукой. — Ладно, неси. Сечкой рази измельчу. И сволин поёрзал на лавке и продолжил. — А нет ли зелья у тебя, Даромидонтовна, чтобы попоить им сына мово? — Неразумного. — Удержу ведь вовсе не стала. — На волю рвётся? — Не удержится? — Бабу ему подавай, и всё тут. — И гликась, в науку удариться норовит. — А зачем он мне, учёный-то, а? — Навищё. — Ну и пусти. — Пожалей, и пусти. — Отпусти его. — Молодой ведь он? — Не-е-е-е, — артачился сволин. — Кабы подыхать, так вместе. Обоим нам с ним едино на роду написано было. Обоим. Вот так и полагаю. Попоить его кореньим отваром, чтобы похоть мужскую в нём как рукой сняло. — Ну, это можно, — прошепеляю ловищунья. — Можно на время похоть угомонить, а можно и на вовсе убить, прибить, как пылюку. — Это уже ведь как родителям угодно. В Библии на этот счёт как говорится. Кто любит своего сына, тут пусть чаще наказывает его, что впоследствии утешаться им. И Дарья Дармидонтовна ушла за печку и вернулась оттуда с небольшим узелком. Дементий Максимович истово перекрестил лицо своё и принял узелок. Понюхал. — Пахнут больно вкусно. — Пахнут вкусно, — согласилась Дармидонтовна. — А покроши-ка коренья эти, да и разбросай по углам. — Зараз все клопы и тараканы, все передохнут. Я смотрелась по сторонам и с тепловатым таинственным шёпотом сообщила. — Сатанинская сила в кореньях этих сокрыта. — Ни один подерыжек стоят они. — О, как! — намекнула. И в понурой голове старика билось, как рыба об лёд. — Ещё одна дума. — С каким подходом выпросить у старухи Библию? — Вечное Писание. Он давно поставил перед собой цель — вытеснить из головы сына все причуды, всё выбить. — Шу, эту дур! Но просить Библию ему не пришлось. В другой раз, разогревая самовар, Дарья Дармидонтовна сама заговорила на этот счёт. — А ты, Дементий Максимович Попаевой, отваром коренья в Степанку-то. — Как есть, Попаевой. — И слово тебе моё, перестанет он врываться на волю. — Ты Библию у меня возьмёшь. — Сам читай побольше и его приучай. — Всё на пользу дело будет. — Теперь ведь так. Опустишь руки, сыновья на шею сядут. — Так? — Вот тебя как учил отец тут. — Помню я, всё помню. — И вот, передавая в руки с воли на тяжелезную книгу с медными застёжками на обтянутых кожей досках, Дарья Дармидонтовна нравоучительно напутствовала заблудшего. Корни премудрости боятся Господа Бога, а ветвь её долгоденствия. Страх Господен усладит сердце и даст веселье, радость даст и долгоденствия, Ибо всякая премудрость от Господа, и с ним пребывает вовек. Старик принёс от Дарья Дармидонтовны опасные для мужской цельности корни И упорно стал принуждать сына читать Библию. Степен с интересом взялся постигать эти премудрости древнего писания И уже к зиме заслужил похвалу от отца. Старик стал нередко упрашивать его читать вслух, по нескольку часов к ряду. — Да, как те ауди-книги. — Я слухаю. И в минуту таких чтений Деменди Максимович был покоен и добр, как старый мэрин, Когда перед его мордой высыпали добрую меру белоярого пшена. — О, какой добрый! Когда Степан давал себе рождых от чтения, отец размышлял вслух. Вспоминал о своем искалеченном детстве, о житейских ошибках, преодоление которых сделало его деспотом своей совести. Слушая его, не трудно было догадаться. Старик мог легко простить жестокость, чем доброту. И вот как-то после обеда, усердно ковыряясь в зубах, старик размышлял вслух. Отец мой, Максим Никифорович, широкой натуры был человек. Отстанет Библию читать. А я ж чтобы около него не торчал. И слухав. Слухав. Слухав и сидев. А ежели увидит, отвлекаюсь, он тотчас же голову промежнох и айда ремнем охаживать. И айда. С измольства правильный ум вколачивал. Ага. Серьезный был человек. Че говорил, учить буду, пока по перок лавке лежишь. По перекам. И ребры ломав, и башку испроламывав. А ты ведь ничего этого не испытал на себе. Оттого и богохульствуешь тут. И с родителем прорыкаешься. А как в Библии-то сказано? Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Правильно написано? Нагибай его в выю и сокрушай ребра его. Да коли дитё молодо ещё и не вышло из повиновения. И тут Степан не воздержался. А когда тебе было мной заниматься? По степям рыскал. Красненьких пластал в капусту. Угу. До семьи ли тут было? Ну, шо было, то было. А шо было, то было. Охотно согласился Дементий Максимович. Только не все красненькие попадались мне. Я и беленьких тоже чесав. Я ведь так стёпо жил, чья власть вверх брала. Вот туда я и голову свою клонил. Куда ветер дуны? Ну, тому и благоволил, кто за стол с собой не брезговал сажать, да и ковшом с брашкой не обносил. М-м-м, даже так, — перебил его Степан, — ловок был. То овечью, то волчью шкуру на себя натягивал. Да? Вот-вот. Ловок и был. Хочешь жить, Степочка? Умей вертеться. И все-таки как там не толкуй. Ну да, шибко воинственный был я человек. Туга иногда приходился. А тягу из-под огня, как ты, не дал. Ой, не дал. И кавалеристы мои были все как на подбор. Ух, орлы! Орлы! Где силы не брала, там нахрапом брали. И все же одолели нас. Прижали к манчжурской границе. Вот тогда-то и задумался я над своей головою. Рыжиками только и откупився. А если бы не в они. Да ведь не все же у нас шашкой махать. Корни в жизнь пускать надо было. У красных я не шашкой, а черпаком махал на баталенной кухне. А тут Степана словно оса ужалило. Он сбрыкнулся и кулаком обстал, как грохнул. Бэмс! Досадно! А что это тебе досадовать? А то досадно, разъяснил Степан, что не дано детям родителей своих выбирать. Не дано это. Обошел бы тебя такого за тысячу верст. Чего? И старик блеснул глазами. А мне-то почем тоже было знать, что ты таким богохульником вырастешь. Знать ее, так растоптать бы сразу, как на свет Божий вылупился. Сразу! Живешь, не Богу свечка, не черту кочерга. У Бога за пазухой. Правда чистая в Библии сказана. Счастье тем, у кого сыновья не добиваются грамоты. Они будут своих стариков до самой смерти кормить. О как умно написано. И Степан разоткровенничался. Ежели власти простят мою вину, ежели простят, много учиться стану. Через учения в люди пойду. Вся сила человека в учении. Я тетя как застучал кулаком по столу. Бэмс, бэмс, бэмс. Эх, громадей ты! Небось потом отцу руки не подашь, а? Пое там станешь, и кто и Пушкин. Ага, ха-ха-ха. А ну не баламуть, Степка, не баламуть. Другое на роду твоем написано. Родился волком, волком и сдохнешь. А я знаю, уклончиво согласился Степан. Мне до людей теперь как до неба. Это точно. Да и ссориться с тобой тоже. Дело пустое. В Библии сказано на этот счет. Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в руки его. И еще Библия толкует так. Человек, любящий мудрость, радует отца своего. Так чего ж ты не радуешься? Хм. Старик помолчал, попыхтел. Но с ответом нашелся не сразу. Тут о мудрости библейской говорится, а не о нашей, об земной. Это понимать надо. И он взвесился за и против. И вывод им был сделан вполне утешительный. Библия Степану пошла впрок. От такой догадки он сразу подобрел. И, важно поглаживая бороду, сам стал читать вслух эти древние наставления. Старик понаделывал закладок в Библии. О, засечки. К дому. И теперь постоянно читал вслух то одну, то другую цитату из Ветхого Завета. Особенно он предпочитал повторять те, в которых шла речь о безграничной власти родителя по отношению к своему наследнику. Вау! Особенно те. Голос его в этих случаях креп. Крепчал. И он перечитывал и перечитывал цитаты. И находил в них новый смысл. Ранее незамеченный. И он черпал в них познания. И вот после глубокомысленной работы с цитатами старик надолго погружался в блаженный покой. Внимал ли его чтению сын, он не мог знать. Но, тем не менее, он был благодарен ему за молчание. А Степан догадывался, что отец в эти минуты мысленно беседует с отцами древней церкви. И ему теперь не до разговоров с ним. Он отворачивался к стеночке и тоже один на один толковал с Библией. Ему хотелось постичь умом своим. Не о его ли доле ведет повествование эта странная книга? Библия. Не его ли упреждает? Держи себя дальше от человека, имеющего власть умерщелять. И ты не будешь смущаться страхом смерти. А если изближаешься с ним, не ошибись, чтобы он не лишил тебя жизни. Знай, что ты посреди сетей идешь и по зубцам городских стен проходишь. По силе твоей узнавай ближних и советуйся с мудрым. Такие цитаты очень настораживали Степана. Они вселяли в него беспокойство и нервозность. Они постоянно предупреждали его быть послушным и покорным отцу во всем. Была прочитана и перечитана Библия много раз. И в мрачном подземелье затворников снова потянулись эти мрачные дни. Полное запустение и мрака. К Библии теперь возвращался только лишь старик. Степан же потихонечку перечитывал свою коллекцию газетных статей. «На газе ты перешев!» Он все чаще и чаще мучился с животом и не подозревал о том, что нажитая им болезнь это дело рук родного отца. «Своего! Родного!» Жалобы сына на боли участились, но они не встревожили Дементия Максимовича. Его волновало совсем другое. Степан давно не берет в руки Библии. Не злобу ли затаил на родителя, а? Не распознал ли, что попаиваю его вовремя кашля не тем отваром? И вот, начитавшись Библии, утром следующего дня Степан сладко потягивался и говорил. Дивные сны стали сниться. То-то хорошо. И отец выжидающий смотрел на него. Какие такие сны? Пади опять бабы, м? Бабы. Бабы, 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 бабы. Все мерам насели на меня, и каждая норовит к себе утянуть. Все в атласе, да в шелках. Золото он все обвешанное. Ну, городские, весь тебе сказ. Вот гляну на одну, на вторую. О, хорошие дамочки. А одна, восьмая, в стороне стоит и глазками тоже на меня циркает. И ничего на ней лишнего нету. Ни шелков, ни золота. И тут слышу кто-то мне в самое мое ухо. А ты не гляди на золото, гляди на телеса. Я обернулся, а позади угодник светой с посохом в руках стоит. Я спрашиваю, а кто ты таков? И что тебе за нужда совать свой нос под чужие ворота? А он, он ничуть не обиделся от моих этих слов и отвечает, я главный бог всех богов. Зовут меня Саваофом. С этих всех баб вот увидишь. Я обснимаю все украшения, все одежды. И будут они ходить по городу, в чем родились. Пусть не ходят величавой поступью, поднявши шеи свои, не гремя цепочками. А вот эту вот, восьмую, я не трону. Не. Так что прибери ее к рукам своим и делай с нею, что знаешь. И стал он раздевать этих девок у всего народа прямо на глазах. И я тоже помогал ему, одежду в кучу складывал. Ну, раздел он их и всех к себе в гарем повел. И я за ним до купы. Тут он как обернется, да как закричит. Иди к восьмой тебе скользно было. Этих я сам опробую. И старик не удержался и вскочил и ногами как затопал, глазами засверкал. Замолчь, богохульник, а еще святого писания читаешь? Да разве можно на господа бога поклеб нести? А? А это не поклеб вовсе, простодушно сообщил Степан и раскрыл Библию. Вот, слушай и вывод делай. У святых тоже дело насчет потомства нечисто поставлено. Ну, вот, сам посуди. Откуда херовины берутся? Ну, вот, откуда? И Степан устроился на топчане поудобнее и стал читать. И сказал Господь, за то, что дочери сиона надменны и ходят поднявшись шею и обольшая взорами и выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах. Оголит Господь темя дочерей сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки и звездочки и луночки, серьги, ожерелья и опахала все отымет. Увясла и запястья и пояса и сосудцы с духами и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю даже, и платки даже, и кошельки, светлые тонкие и панчи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плеж будет, и вместо широкой панчи узкое вретище, а вместо красоты клеймо будет у каждого. Мужи их падут на войне от меча, и храбрые их на войне падут. И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день, в день гнева Господня, и скажут, свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем. Сними с нас позор. — Ты только сними. И тут Степан не дочитал. Он зашелся безудержным смехом. А старик рассердился. — Ты че глумишься над святым писанием? Ты че зубы моешь? — А то ржу. Представил себе, как бог Сааваофов по улицам ходит, раздевает, да и баб всех обирает. Ха-ха, а че? Весело житье, весело. А на задворках Крутояр уже осень. Неспешно раздевались деревья, а павшие листья накрепко пришивал дождь, набухший от избытка влаги земле. На полях густой зеленой щетиной всходили озими. С каждым днем все больше и больше выстужали солнце и земля. Но гнилым кузяшкиным болотом снова воцарился мрак и безмолвие. В жизни затворников не произошло никаких изменений, ну, разве что дрова теперь они изготовлялись значительно дальше от своего логова. Все так же пилили сухостой, но теперь разделывали его на метровник и стаскивали под навес к убежищу. Казалось, ко всему привыкли затворники, со всеми неудобствами смирились, притерлись, и не страшен был им приход очередной зимы. Когда кузяшкино болото до краев наполнили осенние дожди, старик решил поставить дополнительные опоры под перекладиной навеса. Дополнительно. Столбы выпилили из сырой пихты, те железные в два обхвата кругляки. Так чтоб наверняка. При спуске кряжей в лог Дементий Максимович подвергнул себе ногу, подвернул и сломал ключицу. И когда с трудом поднялся с земли с помощью Степана, рука его так и висела плетью. И вот так вот установку опор отложили до лучших времен. От тебе и на века, Будда. И вот так всю зиму старик провалялся в землянке, проклинал себя за неувертливость, за то, что безусердие приносил свои поклоны Господу Богу. За что так? И особенно долгое время его беспокоила ключица. Срослась, но беспокоить не переставала. И он совсем замкнулся и отяжелел вовсе. Замкнулся и Степан, словно подменили его. На прежнем месте лежали оточенные стамески и ножи, заготовки для новых поделок, но он даже не смотрел в ту сторону. И единственную книгу его в приступе гнева отец швырнул в огонь с иним пламенем. Длинными зимними вечерами теперь Степан нет-нет, да что-то царапал карандашиком на клочках бересты. Царапал, царапал и бросал в печь сынем пламени. И однажды Сволин старший подобрал исписанный сыном лоскут бересты и прочитал эти гладкие, но мало понятны его разуму строки. Шовин там пыше, а? Листья осенние, зноем сожженные, ночью холодной меня спать не велят. Полно шуметь вам на смерть обреченные. Вечным покоем вам будет земля. Будут дожди серебром вас задаривать, ветер нездешние сказы твердить. Полно жизни со мной разговаривать, заотрешенность жестоко корить. «Тьфу ты!» И старик сплюнул и выругался. «Богохульник! Набрался таки без сообщения, ишь ты! Выпороть мало за такое, громоти!» И когда Степан проснулся, он заговорил с ним серьезным и предупредительным тоном. Укор, сострадание и гнев звучали в его голосе. «Чо и ты завыкаблучивался? Стихами исходишь, а? Вовсе ведь бесовщина одолела. В жизни так, шо не от Бога, та от не чистого. Али мало я толковал с тобой об этом? Али мало было? Куды ты, Катися, шо тебе ждет дальше? Не твоими руками кур щипать, Степочка, да не твоими. Вот о чем помнить след. Библию учи. Это тебе не стихи, это великая мудрость великих. Скуль людей это все писали, скуль умов. Вдолби ты себе в твою бошку. Волки мы. Какую песню мы запоем? это все волчьи вой буде. И выйдь нам на задворках своей деревни. А, вот тут и околеем. Прожрем золото и все. Околеем. Кому мы нужны? Степан невесело улыбнулся. на Ну да, а это ты правду говоришь, батя. Смертный приговор мы сами подписали себе. Мы сами это все выбрали. хватит хватит на духу на эшафот подняться? Вот о чем думать надо. А написанина мою зачем сердиться? Затем-то я и пишу. Я душу свою убаюкиваю. Только и всего отец. Хм, душу убаюкиваю, передразнил его отец. Скис весь. Погляжу так. Расплелся, как той лапоть худой. Ты на меня гляди, башка седая, а носом не хлюпаю. Э, цопля не течет? Держусь, как боровик на пне. Вот, к примеру, на волю рвешься. Все? Что тебе даст эта воля? Малиновыми пирогами она тебя, она тебя не встретит. Тебя мельтошники, как рябчика, в первую же ночь схватят. Угу, мельто. Ты встанешь ты к стеночке под дуло. Без суда и следствие в расход пустят. Вот то. И Степан молча слушал его, а думал о своем. Он очень хорошо изучил отца в земленом заточении и знал его как неглупого, но темного, суетного и фанатичного человека, способного в одно и то же мгновение велеть хвостом и одновременно волчий оскал показывать. И это все одновременно. И на этот раз он тоже выслушал его до конца. Заговорил, и голос Степана, как всегда, был твердым и уверенным. К стенке милее, чем гнить заживо. Дантов ад придумали мы для себя, а не житье. Старик налился апоплексической синью и взорвался. Она замолчь. А слеп душой ты совсем, посмотрю-ка я. Вот дверь, а вот порог. Выметайся. Выметывайся. Там тебе за фронтовые подвиги медаль во все пузо повешают. Иди, иди. Чего сидишь? Иди. Но таков уговор. Отца ты не видел и ничего о нем слыхом не слыхивал. А я доживу свое. Я здесь у колею. На народ не пойду, потому что не веру я в него. Не веру человекам. Ненавижу их всех. Цель люди. Майни, майни, всех ненавижу. По мене, шо крутояры, шо кузяшкина болота, все едино, одно едино. И будь бы сила в плечах, да конь подо мною, пожил бы я еще. ой, потешил бы свою душу. За такие вот рыжики не грешно шашкой махать. Крепко махал я в свое время, он, вымахав, настарався. Сам Семенов приметил это, и эскадрон свой лучший под мое начало поставил. А? Дуракам такое доверие кто окажет? Кто? Э, не, Степка, башковитый я, и рука моя промашки не давала. Тебе сказывают за то, что красненький в капусту рубил? Семенов по семьдесят рыжиков в месяц валил. Угу, напомнил Степан. В такой ситуации он очень любил щекотать нервы своему отцу. А даром кто тебе будет валить? Кто тебя насыплет? За старание, за исправную службу. Вот и валил. Отваливал. А как же ж? А ты не пробовал нюхать эти рыжики? Они же кровью пахнут. Это ж не деньги вовсе. Это сгустки пролитой крови. Жизни человеческие. И тут старик не заорал на сына за его прямой и резкий разговор. Нет. Он слушал и придирчиво рассматривал ладони своих их рук. Словно отыскивал на них признаки сухих мозолей от эфеса шашки. Или кровь, спекшуюся под ногтями. И ребром ладони он так и стучал о кромку стола. Постукивал. А может и правый ты. Золото оно всегда рядом с кровью уживается. Оттого и в цене великой по свету ходит. Они завсегда рядом идут. А он кустов не брезговал. Брал. И без крови. Не разнюху Вов, как ты. М? И Степан тут взялся не на шутку. А что ты, Бадя, все кустово да и кустово этого трясешь? Что тут кустов? Ты сам ему носил? Все вы, что ты, что кустов, что тут потехин, они единым елейным маслом помазаны. Все обломки старого мира. Сычами, с обломанными когтями жили на этой земле. Ведь так жили. На свою беду советы простили вас. Ведь простили? А к стенке бы надо. К стеночке. Эх ты. И слушая сына, старик мысленно смотрел на себя со стороны. Посматривав. Вполне лилов был в жизни Дементий Максимович. Все ли урвал, что попадалось под его когтистую лапу? Ничего не пропустил. Что, уснул ты, что ли, рассердился Степан на отца, довольно давно притихшего? Приговор ему читаю, а он дрыхнет себе? — А я слушаю, я слушаю, Степа, отозвался отец. Ветер в верхах, что-то больно шумит сегодня. — Ну, слушай, слушай, а я лаяться с тобой буду. — Ну, лайся, аукой, коли охота есть. Собака лает, корабель плывет, да, а ветер носит. Налаишься, а ки спать крепче будешь до стеночки. Степан рывком поднялся и сел к столу и прибавил свет в лампе. Все, следователь. — Сколь с тобой не живем, а все как кобели цепные грыземся. Ну, почему так? Ну, почему так получается? Почему как не в людей? Ведь мы же родичи. Разные мы с тобой два полиса. По всем статьям разные. Один к свету пробиться норовит, а другой дальше в землю стопудовой глыбой вгоняет его. Угу, как-то басня рак и то тянут в разные стороны, да? — Ну, оно и видно. Разные мы, согласился старик. — Я в крови, как в нашей иволге искупався, а ты чуть заприпахивала паленым все, сразу драпу дал. — Эх, разные мы и есть. И вдруг старик заговорил о другом, прислушиваясь к ветру за дверями землянки. — Теперь нам надо сидеть, Степочка. Сидеть здесь так, чтобы старые наши тропинки все муравой позаросли все. — Врагов у нас дюжа много. — Мельтошники могут с собаками пойти. У них служба, а у нас жизнь. Жизнь, держись. Сны мне недобрые стали сниться. Горы, лошади, да ци мутные воды. В народе так толкуют. Горы — это гору горы, а мутная вода к беде. Ну, а лошади? Лошади к измене. Шибко сторожка жить теперь надо. Шибко сторожка. М-м-м. Ты думаешь, легко мне сносить грубости все твои? Думаешь, не ранят вони сердце мое? М-м? Читаешь Библию, так и мотай себе на вуз. Учись жить-то. Степан молчал. И смолки Дементий Максимович. Эх, я кап стенку. Он слушался в нарастающий шум сосен наверху. И на душе его, как в основном бару в непогоду, была очень-очень сумрачно, пустынно и смутно. Сон к нему в эту ночь не шел. И только лишь подав самое утро, старик угомонил все свои мысли, сложил полочкой. И только тогда забылся. И вот, вот он, Дементий сволен снова на боевом коне. В бинокль просматривает ковыльную степь. Весь извелся Степан, обдумывая, как уйти в Крутояры теперь, когда леса стоят погруженные в глубокие январские снега. Три дня тесал уносиновые доски, мастерил широкие охотничьи лыжи. А утром, на четвертый день, он не нашел их. Отец изрубил все к чортовой матери и сжег все. Как это понимать, напустился на него старик. Як это понимать, а? Бросить отца решил? Волюшки захтев? Жизня, значит, мною устроенная прискучила тебе? Че? Солонинка приелася? Сам подохнешь, туда и дорога богат ступнику. А меня пощади. Шо я тебе худого сделал? Какой не есть я, а все отец тебе, родной? И тут он как зарыдает. И он был очень жалок в это время, вот сейчас. Зачем так, батя? оправдывался Степан. Не думаю бежать. Ну лыжи нужны мне, да, только и всего. Разминочки ежедневные требуются. Сам говорил? Угу. Шо бы след к лову протарить. Разми ночки. Не мной, видно, сказано, сколь волка не кормы, а все ле смотры. Но Степан доказывал свое. Та будет подерить. Пройдусь малость, поразветрюся, свежим воздухом подышу. Может, и живность какую подстрелю. Человеку, между прочим, ежедневно физическая нагрузка нужна. Ой, как нужна. Каждый божий день. Слушая сына, Дементий Максимович выразительно играл раскосами, близко посажен глазами. Бери топор, да хряпай вон леканье. Вот тебе и зарядка. В резон бы и за ум взятися. Честь оказать отцу своим смирением да послушанием. Как там учит свято писание? Почитающий отца очиститься от грехов своих. Топором очищай, хоть в пользу будет. Вот так и жили эти двое очавшиеся, отчаявшиеся, опустошенные, одичавшие, злобные и жалкие представители людского рода. Матерые. Через неделю старик снисошел милостью к сыну и сам смастерил лыжи и, подавая их Степану, строго предупредил. Смотри у меня, шо бы без шалостей. До деревней не подходит. По лесу шляться вздумай, шляйся, ток мов большую подеру, шоб след сразу замело, шоб сразу же. Шибко западерит, сам схожу к Дарамидонтовне. Разговоров у нее тоже, ой-ой-ой, не переслухаешь. А женщина вона толковая, шо пресвята Варвара великомученица. При нашей жизни от нее большую выгоду получим. Угу. И, глядя на верхушки елей, где весело возились клесты, заметил. А, гликася, гля, как развеселились, а? А ведь и тут примета есть. Имеется. Тест еще твой сказывал, ежели клесты зимой поют и весело радуются зимою, надо ждать урожая белки. Значит, побелкуем и мы с тобой, о, белочку. Шкурка беличья велика, ле, а для нас вона хлеб и соль. Хлеб и соль. Закус вой. И недобрым взглядом посмотрел на то место, где когда-то, глядя прямо в душу старика, именно на том же самом месте, зловеще прокричал ворон. Степен не стал ждать ненастья. На следующее же утро, когда от крещенских морозов трещали деревья все, он встал на лыжи, опробовал их на месте и бойко заскользил под уклон. Шаловито крикнуло торопевшему отцу. Прощавай, батя, номеру и смерть красна. И старик, вконец измученной бессонницей, поспешил во след за ним в одной рубахе, в валеных сапогах на босу ногу. Не шали, Степка, вернись. И Степан нагловато улыбнулся ему. Лыжи сами понесли его. И тут позади, как хлопок перемерзшего дерева, щелкнул выстрел. И почти одновременно с хлопком этим густая и липкая кровь силой брызнула из пересеченной как ножом сонной артерии на шее Степана. КОНЕЦ И захватив рукой, казалось бы, эту пустяковую царапину, он сделал разворот к отцу. Но тут же слабея медленно, медленно опустился в снег. Мрак и свет смешалось все в его глазах, мысли исчезли и звуки все пропали. А лицо Дементия Максимовича было бледнее, чем у Степана, и губы бессвязно шептали. А ведь попугать только хотев. Промах получился, прости, прости, Степочка. Но этих последних слов отца Степан уже не слышал. И как безнадежно больного ребенка, впервые такого покорного и притихшего, Солин поднял сына и понес свое логово, оплакивая и охаживая его прочитаниями. С трудом протолкнул его в узкий лаз подземелья, и осторожно, чтобы не ударить ненароком головой о дверной косяк, он положил его на стол. И день, и два лежал так Степан, а старик сидел возле него, без сна и еды сидел. С болью сглатывая слюну, он только повторял. Попугать только хотел. Прости, Степочка. И вот на третий день он весь бледный и страшный все-таки выбрался на свет и всю обойму в парабеллами расстрелял в вершину пихты, на которой сидел когда-то тот проклятый ворон. И что было сил, швырнул парабеллум туда же, в ту пихту. И растрепанный хищной птицей с бессильно распущенными крыльями так и сидел старик над распластанным на столе телом своего сына. Разные думы обуревали его понурую убеленную сединой голову. Разные противоречивые чувства раздирали его растленную душу. И если бы кому удалось ненароком в эти дни заглянуть в подземелье затворников и услышать причитание Дементия Максимовича, то вывод был бы безошибочным. Солин перед собой ищет оправдания за последний поступок свой. Раскаянием же совесть его не тяготится нет. горели восковые свечи у изголовья покойного и распятого Христа в мрачном углу. Молился старик долго и усердно. Выпрашивал и молился. Не жалея спины, он отвешивал земные поклоны, то и дело осеняет широкоперстным киржатским Христом. Он молился и лик Пресвятой Богородицы виделся ему в облике распятого на бронзовом кресте Христа. В своих мольбах он неизменно делал упор почему-то на Богородицу по святым писаниям деву с мягким и очень уступчивым сердцем. На нее надежда вся. И вот похоронил сволен сына под полом бани, где земля не была скована лютыми морозами. Только там. И в тот же вечер наносил он воды и разжег огонь в каменке. Парился с русским веником, с передышками истово охаживал себя по еще довольному мускулистому телу. Отдувался, кряхтел там, в бане, как под непосильной ношей, но нахлёстывался до полного изнеможения. И после бани он вернулся в подземелье уравновешенным и умиротворенным на удивление. И стал услаждаться смородиновым чаем змэдом. К ведру тяга в камине была необычайно хороша. Тянула так, что в трубе гудела и потрескивала. И где-то там вверху, под гигантскими соснами, так сволен и представлял себе. Красные искры роем уносятся в ультрамариновое небо. И там и гаснут в ночи. Гаснут, как человеческие жизни. Гаснут все, но не все за раз. А все последующие дни он усердно читал и читал Библию. Разговаривал с нею, спорил, но из рук не выпускал. Ему казалось, что книга эта даст исчерпывающий ответ на все тебе вопросы, поставленные перед ним самой жизнью. Химическим Степановым карандашом он подчеркивал те строки, которые ему казалось, были адресованы именно ему, Дементию, Максимовичу Сволину. И он вникал в их глубинный смысл, старался извлечь мораль, умоляющую или сглаживающую изъян его нрава и души моей. Но суждения Библия содержала витиеватые, и потому каждое толкование принимать близко к сердцу он не спешил. А некоторые цитаты просто-напросто раздражали старика. И он убивал много времени, чтобы эти толкования священного писания все-таки осилить разумом своим. Наиболее подходящие к его жизни и положению мысли, увековеченные Библией, он подчеркивал двумя чертами. двое перстие, и на страницах делал закладки для того, чтобы снова и снова возвращаться к ним. И они укрепляли его дух, помогали чувствовать себя неуязвимым при возможных ударах судьбы. И Сволин читал цитату за цитатой, а в ушах его набатом гудел голос Бога Саваофа, словно на пожар собственной души настойчиво и неумолимо звал. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут как дым, и земля обветшает как одежда, и жители ее также вымрут все. «А мое спасение пребудет вечным». В тот вечер старит еще вычитал цитату, которая окончательно ввергла его в неописуемый восторг. Она открыла глаза его и сердце наполнило надеждой. За смирением последует страх господний, богатство и слава и жизнь. И чем глубже и глубже вникал он в смысл прочитанного, тем четче и яснее выстукивало его сердце. «Обойдусь, укреплюсь, восстану». Чтение принесло ему утешение и надежду принесло. И он стал смотреть на себя другими, совсем другими глазами, глазами пережившего всемирный потоп. не грех великий, а заслуги свои начал усматривать он перед господом богом. Именно к ним вели его всю, всю дорогу жизни, каждый прожитый день. Нет, Сволин не был отступником. Та беда его, до этих дней он плавал в розовом тумане небытия, вот и беда. За непроходимым буреломом земных сует не разглядел лик Господа Бога, не расслышал спасительный глаз его. А теперь же он готов встать перед всесильным могуществом его на колени встать и молить и молить о своем спасении столько, сколько ему Господу Богу заблагорассудится там. С великим сожалением он осознал свой единственный и теперь уже непоправимый промах. Не далась Библия в его руки в молодые годы. Где ты была тогда? Ну а теперь же, бегая по страницам близко посаженными ястребиными глазами, он улавливал для себя в прочитанном магические нравоучения. Не сразу, но улавливал. Ну а раньше две башки было. Две башки больше думают. А теперь сам по чуть-чуть, по чуть-чуть, но улавливаю. Как надо было распорядиться судьбой, чтобы стать имущим и знатным. И некоторые изречения он решил заучить. И теперь, похаживая по подземелью, он толмил и толмил вслух, тандычил. Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу даже не давай власть над тобою при жизни. Корм, палка и бремя для осла хлеб, наказание и дело, а для раба, а то для осла все, корм да палка. занимай раба работаю и будешь иметь покой. Ослаб ему руки свои и он будет искать свободы. Розга и обличение мудрость дают. Итак, Библия стала его надежным коньком, на котором Сволин решил выехать из житейской трясины. Так мы на ней и выедем. Однако эти страшные кошмары продолжали терзать его в часы ночного отдыха, и чем дольше они угнетали сердце его, тем больше старик усердствовал в молитвах ко Всевышнему. В подземелье перед распятым Христом и днем и ночью горели свечи. Библия все время лежала раскрытой. На ней, на осунувшемся лице старика, птицей в бредсмертных мучениях трепетал бледный отсвет горящих свечей. Страшным, почти зловещим шепотом постоянно было заполнено все подземелье. Старик не переставал молить Господа Бога, страстно и убедительно выпрашивать у него царствие небесного. И было невдомек ему. Молитвы остаются без ответа. Невдомек. Именно так кричат пустой колодец. Кричат и слышат только лишь свой, собственный, голос. Однако он ждал, он ждал и верил, что Бог есть, что он обязательно услышит его, а он и есть слышит, но что-то медлит с решением. Должно быть, он взвешивает на скалках весов своих. добро и зло моё, совершённое им сволиным за прожитые семь десятков лет. И дни потекли, всё более и более укрепляя его веру в завтрашний день. А вот той же зимой и с Дементием Максимовичем стряслось непоправимое. Раскалывал он мёрзлые кругляши, да и сыграл топор в его руках, и остриём развалил колено правой ноги. Выпало. С большим трудом удалось ему остановить кровь, но загрязнённая рана стала чернеть вся, а нога тяжелеть опухолью. И он попытался, он пытался выбраться к людям, но он не смог осилить дорогу. И вот в трёх верстах от крутояр нашли его охотники, когда снега уже стаяли. Вот и всё. ещё всё. Субтитры делал DimaTorzok Снизу в описании, вот здесь, под видео, в плейлисте, все аудиокниги Там все наши истории, вся целая библиотека наших рассказов И тут включаются все автоматически, кстати Дуже даже удобно Нажимаешь и вспышь под них Вот такое радио Не забывайте подписаться, ребята И не забывайте, конечно, кто хочет помочь нашему каналу стать спонсором Снизу тоже есть все ссылки в описании Донати, шмати и так далее А на сегодня шо? А на сегодня уже все Спокойноки Увидимся Пока-дого Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok